Со столь быстрорастущим ассортиментом девайсов и атомайзеров стало достаточно сложно выделиться действительно стильным и уникальным набором. В этой серии видео мы расскажем вам о самых жарящих и красивых сетапах. Многие любят компанию DotMod за их дрипку Петри. Эти ребята умеют делать красивые вещи и имеют свой стиль. На выставке VPEX по 2016 их стенд запомнили не только из-за прекрасной девушки Эльи, но и из-за ультралегкого сетапа, о котором и пойдет сегодня речь. Театр, как говорится, начинается с вешалки и DotMod умеет правильно преподносить свои девайсы. Помимо приятных коробочек, производитель предусмотрел еще и красивые стеклянные баночки, в которых приходят дриптипы и дрипки. Довольно простое решение, но выглядит интересно. Судя по всему, Элья со своими коллегами украли не одного коня. В любой непонятной ситуации DotMod используют по золоту. Тем не менее, это не выглядит по-цыгански и многим девочкам нравятся яркие устройства. Настолько нравятся, что нас самих раскрутили на подарки. О дрипке Petri V2 много говорить не приходится. По факту, это общепризнанный эталон вкуса. Мы лишь добавим, что это утверждение верно для тела с одним отверстием для обдува с каждой стороны. При желании вы можете докупить Cloud Cap. С ним вкус не настолько нажористый и яркий, но зато пара становится больше. В остальном же дрипка является американской классикой. Нерегулируемый обдув и сферическая обработка испарительной камеры. Внутри нас ждут уже привычные две стойки. В отличие от первой версии, отверстия в них уже не раздвоенные. Вообще, мы не видим смысла в установке жирных и массивных спиралей, но если вы убьете винты, то на них есть насечки, которые первое время можно будет использовать с пассатижами. В изобилии фотографий с яркими сетапами вы, возможно, захотите разнообразить свой девайс. Отдельно можно докупить как Cloud Cap, так и прочие аксессуары, с помощью которых вы сможете выделиться. Хотя первый такой элемент вы можете получить уже сразу с механическим Petri Light, у которого в комплекте идет, вы не поверите, позолоченный дриптип. После тестирования этого мода мы пришли к выводу, что мало смысла использовать его с какой-либо дрипкой, кроме родной Petri. И тому есть пара причин. Первое и самое главное — это эстетика. Примерив несколько вариантов, мы отчаялись и оставили это дело. Кроме того, за счет невесомости мода все стальные дрипки начинают немного перевешивать, что несколько дискомфортно. А вообще, настолько легкий вес придает вау-эффект. Однако за это придется расплачиваться производительностью. Так же, как и кап-дрипки, Petri Light сделан из анодированного алюминия. В верхней части есть нужная только для обратной совместимости резьба. Более того, из-за тонких стенок мод нагревается настолько быстро, что при прожиге спирали держать его в руках становится просто невозможно. В мудреной кнопке присутствует подпружиненный изолятор, который сам подстраивается под аккумулятор. Вся контактная группа позолочена, а пин выполнен в форме гаечного винта и закрепляется шестигранником. На нем очень быстро скапливаются следы от микрокозе. Правда, их довольно просто стереть ластиком. В качестве возвратного механизма внутри предустановлена обычная пружина. Она чересчур мягкая, и билды с низким сопротивлением заставляют ее греться. Поэтому на помощь приходит чуть более тугая посеребренная пружина из сплава бериллия и меди. В Petri Lite, как ни в одном другом девайсе от DotMod, вырисовывается общая концепция компании. Ребята не стремятся делать максимально производительные девайсы и не гонятся за многопаром. Вместо этого они создали вкусную Petri и ультралегкого красавца Petri Lite. Эти устройства нацелены на то, чтобы доставлять удовольствие от использования обычным людям, которые не гонятся за большими облаками. Мы благодарим DotMod за предоставленные устройства. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok